Скажи, пожалуйста, вот когда ты был уже на пике славы, да, это было, ну, наверное, такое зародышное состояние нашего шоу-бизнеса. Это было порядка 20 лет тому назад. Вот скажи, каково тебе тогда было быть уже на коне? Хотя наш российский шоу-бизнес даже еще не думал зарождаться. Ну, судя по всему, мы являемся основоположниками шоу-бизнеса, да, но какой он уже получился? Это благодаря времени, наверное, и тем людям, которые сейчас его делают. Тогда он был, ну, на мой взгляд, если сравнивать его с нынешним временем, тогда он был честнее, добрее, понятней, прозрачнее и яснее. Потому что все строилось на доверии, все строилось на отношениях людей, а не на контрактах, на договорах и так далее, и так далее. То есть дал слово, если ты дал слово, ты должен свое слово сдержать. И не имело значения, какого ты эшелона, скажем, артист, да, там, суперстар, или же народный, или же заслуженный. То есть слово имело значение, что в нынешнее время, в принципе, не практикуется, мне кажется. Но поскольку я человек старой закалки, если я сказал да, значит да. То есть то, что касается моих, скажем, рабочих каких-то, рабочих каких-то творческих моментов. Ну, знаешь, вот глядя на тебя, вот так вот близко, слово старый к тебе никак не подходит. Ну, уж простите меня, старый никак не подходит. Вообще. Вообще-то это я должен говорить комплименты, поскольку сегодня праздничный день, и я должен поздравить, я поздравил всех женщин, которые присутствовали сегодня на мероприятии. Вас поздравляю лично уже третий раз. Третий раз. А в свою очередь хочу вас поблагодарить за комплимент. Ну, на самом деле я ничего не делаю такого, что связано с какими-то химическими ножами, операционными вещами, и еще что с этим, в принципе, связано. То есть все, что дано от природы, просто это надо хранить, беречь, ухаживать за этим. Только и всего. Друзья, послушайте, колдуны и колдуни не сидят за сценой на выступлениях Юры Шатунова и не завораживают публику, если у вас когда-либо возникали сомнения. Не, ну, может быть, они и сидят, но они не афишируют. Ну, они не работают на Юру, понимаете? Они, наверное, работают сами на себя, потому что они безумно любят Юру Шатунова и все его песни. Так что, как и мы все, в общем-то, сегодня, которые здесь, я слышала, что ты собираешься записать какой-то свой новый альбом. Ну, на самом деле, я его уже практически записал, так как я на протяжении более пяти лет не выпускал пластинок, ну, просто не получалось, да? Блин, зато до этого ты столько не выпускал. Мама дорогая! Ну, надо было взять паузу для того, чтобы подумать, осмыслить, о чем петь, о чем рассказывать и так далее, и так далее. То есть альбом практически готов, он будет состоять, ну, из множества песен, хороших, плохих. Плохих песен у тебя не бывает, не надо, ля-ля. Судить не мне, насколько они хорошие или плохие, но могу обрадовать всех, что работа подходит к концу. И скоро, совсем скоро, но я надеюсь, я уже сам хочу закончить его и просто сесть и ничего не делать. Не-не-не, сесть и ничего не делать. Ну, хотя бы какое-то время отдохнуть от музыки, потому что, ну, каждый день, то есть там с 12 до 12 колбаситься под одну и ту же песню в течение недели как бы. Юр, ну что делать? И так над каждой песней, поэтому наслушаюсь. Дай бог, судьба у тебя такая. А мы, я думаю, так же, как и наши любимые гости, будут с нетерпением ждать тебя в Клубе Лак с новой программой, с новым альбомом. Я думаю, что ты не заставишь нас долго ждать. Ну, если пригласите, приеду обязательно. Если пригласите. Ну, приеду обязательно, окей. С новой программой. Ну, соответственно, и чуть-чуть старых будет. Ну, потому что без старых меня просто со сцены сразу попросят. Постараемся сделать так, чтобы было хорошо и... И вашим, и нашим. И вашим, и нашим, действительно. Это не те вопросы. О, господи, боже мой. Нет, я не буду это спрашивать. Я просто спрошу другое. Последний вопрос. Ну, и напоследок. Хотелось бы услышать какие-то приятные слова, пожелания. В сторону клуба ЛАК, в котором вы уже дважды выступили. И для портала Геометрия, которому исполняется в этом году уже 10 лет. 10! Ну, это хорошая дата. Ну что, сначала, наверное, я поздравлю портал и всех жителей этого... Не-не-не, добавится еще ЛАК. Ну, потом. Поскольку я уже настроился. Поздравлю всех жителей этого портала и пожелаю же, конечно же, много интересного. Видеть и слышать, и наблюдать, и так далее, и так далее. Ну, а в том числе и меня. Это первое. А второе. Что можно пожелать клубу, в котором, в принципе, все здорово? Конечно же, еще больше посетителей, еще больше хорошей музыки, хороших артистов, хороших друзей, гостей. Я не знаю, массу положительных эмоций. Ну и, конечно же, настроение. И таких артистов, как ты, которых больше нет. Этого я не говорил. Это говорю я, Алена Незабудкина. Сейчас мы находимся в Клубе ЛАК. Сегодня 8 марта. И, по-моему, самый лучший подарок во всей стране мы сделали просто самым крутым. Это был Юра Шатунов в Клубе ЛАК для всех женщин, не только Петербурга, но и страны. До встречи. Я думаю, что мы скоро увидимся. Спасибо огромное. Было очень приятно.